Был такой момент во время путча. Практически к Михалкову пришел помощник Янаева, молодой поэт Бобков, который подражал немножко Вознесенскому, немножко мне. И он уговаривал Михалкова Сергея Владимировича подписать поддержку путчистов. В это время вбежал испуганный Феликс Кузнецов и закричал, что смотрите телевизор, Ельцин выступает с танка. И когда они увидели Ельцин выступающего с танка, они испугались и не подписали это. Там же были заготовлены списки для депортации. Там были списки и писатели тоже. В общем, самое интересное, что там меня не было. Ну, я был слишком, как вам сказать, я слишком был известный и любимый. И в это время становился раскол писателей. Тех, кто поддерживал путчистов и тех, кто поддерживал другую сторону, мне предложили быть председателем Союза писателей. Я сказал, что нет. Но на первых порах давайте сделаем четырех сопредседателей, которые будут разделить год по четыре месяца, чтобы отработали. И первые четыре месяца я могу взять на себя. Вот и все. И я сделал одну ошибку. Я сказал, чтобы меня ни в чем не упрекали, что я это использую в своих целях. Я отказываюсь от зарплаты, от машины. Я сам вожу машину. Ну, у меня никто не... Я надеюсь, что мертвый, чтобы не было возможности меня упрекнуть в том, что я как-то использую в личных целях. Маша мне сказала, ты не понимаешь, что ты делаешь. Ей было 22 года, она догадалась, что ты... Ты же их оскорбляешь всех тем, что ты отказываешься от зарплаты и от машины. Потому что следующие, кто будут тебя замещать, они хотят. Ты их ставишь в неудобное положение. Я об этом не подумал. Я говорю, ну, это же мое решение. Мы, союз писателей, мы были одними из учредителей общества «Мемориал». Официально. Умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Смертельно заболел Олесь Адамович, другой сопредседатель. Третий сопредседатель был Юрий Афанасьев. Он был в Испании где-то. И вдруг нам приходит срочная телеграмма от посла во Франции, что мемориалу как организации гуманитарной защиты прав человека присуждена премия интернациональная. И госпожа Митеран, жена президента, курирующая эту программу, она будет вручать эту премию уже через три дня. Единственный человек, который мог получить, это я. Я дал распоряжение, чтобы мне немедленно выписали билет. И вылетел на три дня в Париж, чтобы получить. После этого я отработал свои четыре месяца. И мне все это меньше, меньше и меньше нравилось. Потому что вдруг я увидел, как себя ведут некоторые братья-демократы. Сегодня мы пригласили в студию человека, которого сегодня утром сожгли во дворе Союза писателей напротив памятника Льву Толстому. Евгений Александрович, за что вы удостоились такой чести и как вас сжигали? Да, действительно, сегодня мое чучело было сожжено во дворе Союза писателей. Да не постеснялись еще всем этим заниматься в присутствии памятника Льву Толстому. Очень красиво, жалко, но здорово было сделано, очень симпатичное чучело. И у нас были двое маленькие детей, и у меня и у Маши. И в это время мне пришло предложение преподавать годик в Америке. Я просто так обрадовался. Взял в охапку Машу и уехал. Свобода! Свобода! Эх, бескресенье! После этого, как только я уехал, преподавая русскую литературу, я вдруг прочел невероятную заняточку. В нашу редакцию пришли представители Демократического Союза писателей, которые заявили, что сейчас на преподавании в Америке находится поэт Евтушенко, который во время его временного пребывания на дежурстве как председателя Союза писателей использовал эту власть в своих личных целях, попирая интересы рядовых писателей. Если он себя ведет как представитель Союза писателей демократических, то мы заявляем, что от него, так сказать, мы дистанцируемся. Просто такой, как узорчик, я прочел, я обалдел прямо. Потом последняя встреча с американскими писателями была. Приезжает такой милый парень, Толя Курчаткин. Я ему говорю, писатель, прозаик наш, Я говорю, Толечка, что там случилось, вот на этот симпозиум, что-то случилось там? Какие-то писатели там что-то подписались, какое-то коллективное письмо там против меня. Я говорю, в чем, так сказать, я провинился. И рукой мне говорит, Жень, ну ты понимаешь, старичок, ну как-то тут вот какое-то вот раздражение вызвало то, что ты поехал в Америку. И вот тут мы сидим в этом деревне, так сказать, и так далее, и в ругани в это, и так далее, а ты там где-то там рисуешь, что, наверное, пьешь какие-то коктейли через соломенькие, наслаждаешься жизнью. Прости, ну это просто замись, Женя. Прости, я тоже в этом виноват, я тоже подписал это письмо. Просто мне сказали, прости, я хоть я до колени перед тобой встану. Ну прости меня, Женя, ну давай поцелуемся. О, прости я. Я вспомнил ему, сказал, да, как говорил Достоевский, широк русский человек, неплохо бы его сузить. И в этот момент мы сидим с Мариной Кудимовной. Она была свидетельницей этого разговора. Мы сидим в Калифорнии. Проходит съезд, такой симпозиум, последний симпозиум русских и американских казах. И она говорит, да, Женечка, видишь, какая я оказалась умная, что я не подписала этого письма. Потому что я помнила, что ты как-то мне рассказал историю, которая произвела с тобой в Узбекистане, когда ты был там со Смиряковым, и гадал тебе слепой человек по книге и по твоим линиям руки. И там было тебе выполнено, что у тебя оказывается такая судьба, что все люди, которые причинят тебе какие-нибудь неприятности или гадости, они будут наказаны очень быстро и очень сильно. Так что видишь, какой я оказался, что я не подписала. Он так смеется просто. И в это время Курчаткин, который ткнулся мне своей бокрой бородой в лицо, там что-то, и свой изображать даже был поцелуй, и считал уже себя прощенным, он шел в это время с такой картонной тарелочкой, на которой лежали спагетти там с чем-то, каким-то соусом. Вокруг бассейна он так шел. И в это время выскочила маленькая собачонка, баллонка. Гав-гав. Он отступил и бахнулся в бассейн. Это было потрясающе, смотреть в кино это просто. Потому что эти спагетти, как глисты, расползались по поверхности. Все вот так вертикально, значит, упало, все смыло. И выждите, я не умею плавать, закричал. Мне нравится, когда мне кто-то нравится. И с тем, что это нравится, не справится. Когда лицо я вижу чье-то доброе у плотника, солдата или доктора, Мне хочется сказать им ненарочное Спасибо вам за то, что вы хорошие. Некоторые люди, видя у меня какие-то такие прямые ходы, ну, их раздражало. Стадионы и так далее. Знаете, Анна Андреевна когда-то пошутила, встречая своего старого друга Адамовича, в Париже. Он пришел, он очень меня любил. Законодатель мод русской иммиграции. Он знал на память массу моих стихов. Причем какие стихи! Играла девка на годмошке, О жизни пела кочевой, И шлепали ее галошки, Прихваченные бечевой. Играла девка, пела девка, И целой ночью до утра По бабе плакала студентка, Ее ученая сестра. О, какая гордилась! Это ярмарка русского языка! И потом ему страшно, Весь мои строчки, Тоже из северных стихов. Я не представлял, Что Адамовичу, Какому рафинировану человеку, Могут нравиться такие стихи. И одно меня пронзив, Сверлит постоянно, Что же я скажу про жизнь После океана. И говорит, Анечка, А как тебе Евтушенко? И она ему ответила так, Это что-то С имеющей отношения К стадионам? А вы, Даня, Ну как тебе не стыдно? Ведь он же очень талантлив. Она говорит, А если бы, Она ему ответила так, А если бы Он не был талантливым, Разве Анна Ахматова Вообще знала бы его имя? Две любви, То ли это любовь, То ли это война, Две любви невозможны, Убийцей устанет одна, Две любви, Как два камня, Скорее утянут на дно. Я боюсь полюбить, Потому что люблю И Давно. У меня Самое страшное впечатление Производят те пары, Которых очень много, И, к сожалению, Все больше и больше. Вот сидят пары где-то в ресторане, Они заказывают, Они не разговаривают друг с другом, Не о чем говорить. Они, может быть, прожили Большую жизнь. Как это? Переговорить обо всем Друг с другом Так, что все высказать, Так не бывает. Им просто не о чем говорить, Их соединила жизнь, Им не о чем поделиться, Не о чем поспорить. Я за времен спорю Всегда с Машей. Она, например, Не любит горького, Никак не делал ее уговорить, А я читаю Детство и влюблень, И, конечно, это гениальные вещи. И она угадывает Очень многие вещи правильно, Потому что я более романтичный человек, Более с подверженным иллюзиям. Самое страшное, Что убивает любовь, Это скука, взаимоскука. Когда-то мне сказал Михаил Ракадьевич Светлов, Он сказал, Знаешь, старичок, Я тебе хочу подарить Одну строчку. Я вчера разговаривал С одной женщиной, Она мне сказала Гениальную строчку. Мне есть с кем спать, Мне просыпаться мерзко. Я люблю тебя больше свободы. Я люблю тебя больше свободы. Без тебя свободы, тюрьма. Я люблю тебя неосторожно. Словно пропасть, А не колею. Миквар Харисе в ветре неба, Макс Мюхар Тесвей. Я люблю тебя больше, Чем невозможно. Больше, чем невозможно. Больше, чем невозможно люблю. На меня когда-то напали То, что я написал. В стихотворении ты спрашивала шепотом, А что потом, а что потом. Потом постель была расстелена, И ты была растеряна. Но как тебя поставишь-то, И как считать заставишь-то, Что там другая женщина. Лежало, и вот там было одно слово, Которое в первом варианте было. Я потом его вычеркнула. Лежала жалко, Шепчущая, И спрашивала, Шепотом, а что потом. Я убрал это слово, жалко. Это нельзя такие вещи. И потом он написал другие стихи. Спасибо женщинам прекрасно и неверно, За то, что это было все мгновенно, За то, что их прощай, Не до свидания, За то, что в лживости Так царственно горды Даруют нам блаженные страдания. И одиночество Прекрасные плоды. Это уже совсем другое. Я не люблю вульгарных бабников. Я не относился к женщинам, Как к резиновым куклам, матросам. Понимаете? Никогда в жизни. Жизнь. Мы редко виделись в Белой. А все равно Драгоценные отношения К друг к другу Мы сохранили. Так кто же победил? Мартынов и Лермонтов В дуэли твои? Банков и Пушкин? Кто там первый? Кто выиграл И стал с земли? Кого дорогой этой Белой На черных танках повезли? Ну конечно тяжело, Потому что я ее любил по-настоящему. Белая была довольно хрупким существом, казалось бы, всегда. И я уезжал в очень большую поездку. Я надолго ее оставил. Она очень хотела со мной поехать в Сибирь, на Дальний Восток, на Камчатку. А я как-то, зная там те условия, в которых я могу оказаться, Я просто не представлял ее, московскую девочку, Как она вынесет все эти условия. Вот это честно я говорю. Короче говоря, я просто оставил ее на слишком надолго. И она расстроилась. Когда ее все время толкали, Наша все более и более желтевшая пресса, На всякие интимные подробности нашего развода. Она просто их отрезала, сказала, что я просто счастлива, Что я жила вместе с такими великими поэтами, Росла как человек, как поэт, как женщина с такими великими поэтами. Была так у Жава Андрея Вознесенский и Евгения Втушенко. Это она сказала в последнее интервью. Ее было на эту тему. Но она никогда не позволила себе ни... Потом она написала великое стихотворение. Сон. Когда ей приснилось, что я умер. Это замечательная стихия. Там был хороший совет всем охочим любителям Госполитика. Вам по ночам другие смерти сны. Что вы не имеете права судить то, что произошло между нами. Вам по ночам другую, а мне вот это. Когда я оглядываю свою жизнь, Я вам честно скажу, что я мог поражить с каждой из моих жен всю жизнь. У меня есть одно качество, которое является хорошим качеством и опасным качеством. Это страшное любопытство в жизни. Но я никогда не был замешан в заговоре с какой-нибудь другой женщиной против моей жены там или любимой. В заговоре никогда уже. Никогда. У меня есть такое стихотворение в последней книжке. Зло не со зла. Чаще всего мы причиняем друг другу боль вовсе не со зла, нечаянно. Не по нарожке, а вот так получается. Мы все как-то очень ранимы. Особенно, когда мы, конечно, любим. Нужно уметь прощать, но до последней степени. А это очень индивидуально всегда, в каждом случае. И если что-то не получается в жизни, то все-таки сохранить все хорошее. И никогда это не забывать. И благословлять Богу, что были какие-то даже минуты счастья. И годы иногда. Кинолетопись Николая Достоля. Молитесь так, православные, этим знамением. Эпоха великих испытаний. Я вам более не патриар. Патриаршество не рукавичка скинуло, пошел. Сойтись бы между собой Никону и Авакуум, да соединиться в общей молитве. Что же с душой-то народной станет? Раскол с понедельника по четверг на РТР.